Здравствуйте, в эфире Камертон, городской информационный канал, в студии Павел Добродеев. Образование дает нам знания, но и зачастую подрывает наше здоровье. Вот как выйти из школы грамотным, еще здоровым. Сегодня тема нашей программы – здоровье и образование. Телефон прямого эфира 707020. Я вам сегодня рад представить у нас в гостях Наталья Яловицкая, директор Центра информационно-методического и психологического обеспеченной деятельности образовательных организаций города Иркутска. Здравствуйте, Наталья Накентьевна. Здравствуйте. И Ольга Дубровина, главный специалист отдела здравоохранения, департамента здравоохранения и социальной защиты населения города Иркутска. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Здравствуйте. Не случайно мы выбрали такую тему – здоровье и образование, потому что редко об этом говорим, редко мы зачастую говорим отдельно и про образование, и отдельно про здоровье. В такой связке, в цепке мы очень редко об этом говорим, но с другой стороны эта тема достаточно болезненная в прямом смысле слова, потому что 11 лет дети наши учатся, а потом плоскостопие, сколиозы, посаженное зрение, как сохранить свое здоровье на протяжении 11 лет, чтобы образование и здоровье шли нога в ногу. И такое у нас интерактивное голосование сегодня. За здоровье у школьников во время учебы должны следить три варианта – учителя, родители или врачи. Ну и такой же ответ на этот вопрос мы ждем от вас, когда вы будете звонить нам по телефону прямого эфира. Если говорить про самые распространенные заболевания среди школьников, какие? Ну, в структуре заболеваемости среди школьников до 14-15 лет можно увидеть на первом месте у нас стоят заболевания органов дыхания, это острые респираторные вирусные инфекции. На втором месте идут заболевания органов пищеварения, такие как гастрит, доденит. На третьем месте заболевания органов зрения и четвертое место, в общем, занимают такие заболевания, это нарушения опорно-двигательного аппарата, такие как сколиоз и нарушения осанки. Вот такие заболевания характерны для учащих. Вот из этих вот, ну, четыре вы назвали, да, группы, какие получают школьники во время учебы? Вообще нужно сказать, что большая часть этих заболеваний проходит как в дошкольный период, так и в школьный период. Но надо сказать, что мы выделяем три очень важных этапа для работы с детьми и с родителями. Это когда ребенок идет из дошкольного возраста в первый класс, из четвертого в пятый класс, из основной школы в старшую школу. И здесь мы должны сказать, что вот 70% тех заболеваний, с которыми приходят дети, они усугубляются. Можно сказать, что статистика свидетельствует о том, что практически в стойкую хронические заболевания у нас в 4-5 раз возрастает заболеваемость органов зрения. Это сегодня очень важная проблема, потому что это и компьютеры, это и телевидение, это и чтение и так далее. Нужно сказать, что, наверное, органы пищеварения, это в 3 раза к старшему возрасту, тоже вырастает количество заболеваний. Ну и серьезное беспокойство, конечно, сегодня уже вызывают вопросы увеличения нервно-психических расстройств. Примерно в 2 раза к старшей школе. Это и стрессовые ситуации, это и недостаточная, может быть, грамотность родителей, педагогов вопросов от стрессоустойчивости. Это тоже один из важных факторов. То есть это все сегодня в рамках образовательных программ, в рамках школы усугубляется. И в результате мы получаем, что только 10% школьников, как свидетельствует статистика, относятся к числу здоровых. Выходит, когда уже со школы, да, получается? 10% всего? Да. То есть 50% где-то имеют хронические заболевания, и 40% относятся к группе риска. То есть это тот вопрос... А вот с какого года идет эта статистика? Когда мы узнали о том, что цифра... Ухудшается. Ухудшается, да. Ну, вообще, если честно, то начиная с 2000 года, как бы ведется уже очень такая серьезная статистическая работа по уровню заболеваемости обучающихся. И вот эта статистика как раз-таки привняла к тому, что в рамках новых образовательных стандартах выделена основная образовательная программа, программа, в которой профилактика и сохранение здорового образа жизни, и безопасность жизнедеятельности является одной из основных. Вот я понимаю зрения, да, это очень часто и слабая освещенность, и очень близко мы пишем, вот так вот. Органы пищеварения. Это потому, что чем старше становятся дети, тем больше они независимы дома, и родители уже не такое внимание получаются, им уделяют, и поэтому они едят. Как говорят родители, они бутербродничают. Это тоже важный момент, потому что в начальной школе в основном все дети заняты организованным горячим питанием. Отсутствие горячего питания приводит к тому, что дети во временных рамках не вмещаются в то нормальное питание, переходят на бутерброды, на фастфуды, и в результате получаются хронические заболевания. Телефон прямого эфира 707020, до нас дозвонилась Елена. Елена, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну вот как вы думаете, кто должен все-таки следить за здоровым образом жизни ребенка? Знаете, у меня какой вопрос. Я хорошая мама, мама троих детей. Вот сейчас у меня сын портфель носит, вернее я за него ношу. Портфель два раза тяжелее сына. Он учится в седьмом классе, лицей, первый лицей, интернат города Иркутска. Семь уроков, шесть уроков, и по каждому два учебника. Математика, дополнительный решебник, русский, дополнительная литература, что-то еще. Портфель тяжелее. Я уже пришла к выводу. Сегодня мы снимали, фотографировали портфель, и я буду размещать в интернет. Кто должен следить? Расписание кто составляет? Где врач? Где заводчик? Где директор? Я хорошая мама. Я таскаю портфель, по-русски говоря, таскаю. Потому что нести его, вот у меня сил уже нет. А он носит этот портфель с полдевятого до трех часов. Елена, спасибо большое. Последние годы очень часто слышу, у меня старшая дочь. У нас мы и в субботу учимся, два урока, непонятно зачем физкультура и музыка, в субботу. И еще потом в субботу мы идем в художественную школу, и в субботу шесть уроков еще в художественной школе. Это еще к психическим заболеваниям, как раз к усталости человека. Ну вот что можно здесь Елене посоветовать и как быть в этой ситуации? Сегодня, правда, нужно посмотреть рациональность использования тех учебников, тех учебных материалов, которые ребенок несет в школу. Но сегодня нормы СанПИН уже определили мягкие обложки для учебников. Что вес учебника должен не превышать вот 600 граммов, например. И вот эти новые учебники сегодня соответствуют стандартам. Чаще всего бывает так, что ребенок, идя в школу, берет с собой еще то количество учебников, то количество предметов, которые, может быть, сегодня не будут востребованы на занятиях. Ну а так, в общем, это частный случай, в рамках которого необходимо, наверное, поработать с тем образовательным учреждением, где происходит вот такая ситуация. В принципе, нужно разбираться со школой и пытаться, я просто знаю, что и количество уроков можно сократить и перенести их на другие дни, если в субботу не хотят учиться дети. Рационально, да. Рационально составляется расписание. С родительским комитетом решить, написать письмо и тогда пойдут на встречу. Да, совершенно верно, потому что сегодня можно составить в рамках федеральных государственных образовательных стандартов нелинейное расписание, что и требуется. Лицеинтернат у нас, кстати, является пилотной площадкой по введению новых федеральных образовательных стандартов. Поэтому здесь, правда, одна особенность – это лицей для одаренных детей. Возможно, там немножечко нагрузка больше, хотя там есть тоже внеурочные деятельности, составляется линейное расписание. Я хорошо знаю этот лицей и думаю, что там можно этот вопрос как-то в частном порядке решить. Елена, ну вам остается только два варианта – или договориться с учебным заведением, или продолжать носить портфель. Совершенно верно. Вот такая ситуация. Еще хочется напомнить, Ольга Анатольевна, что вы у нас представляете Департамент здравоохранения, и теперь в обязанности Департамента здравоохранения входит в основном профилактика, да? Да. С 1 января 2014 года все муниципальные учреждения здравоохранения переданы в ведомство Министерства здравоохранения Иркутской области, и наши полномочия несколько изменились. В городе Иркутске действует муниципальная программа «Здоровое поколение», и в рамках этой программы существует наша подпрограмма, которую мы разработали по профилактике заболеваний и формированию приверженности к здоровому образу жизни и участия в санитарно-гигиеническом просвещении населения. Ну, здесь действительно в рамках этой программы мы проводим достаточно большую работу, то есть не только разрабатываем информационные различные печатные материалы, они представлены, буклеты, листовки. За этот год нами было разработано около 70 видов печатной продукции. Мы также стараемся, значит, такие средства профилактики использовать, как баннеры с марта этого года. У нас во всех районах города Иркутска мы создаем баннеры, и тематика очень различная, это профилактика наркомании. Ну, может быть, кто-то видел, и отзывы, в общем-то, положительные были. Также в департамент здравоохранения поступали от жителей города. Мы за здоровый образ жизни, мы за город без наркотиков, мы за город без табачного дыма. В ноябре у нас будет баннер по профилактике сахарного диабета. Здесь действительно актуальные вопросы и в баннерах, и в средствах массовой информации у нас идут аудиоролики, видеоролики, радиопередачи, передача. В рамках нашей подпрограммы идет передача «Если хочешь быть здоровым». Да, да, на нашем канале. Это очень актуально, и я думаю, что зрители всегда неравнодушны, потому что на такие передачи и радиопередачи мы приглашаем специалистов высокого уровня, они отвечают на все актуальные вопросы, которые задают население и зрители, потому что вопросов очень много. И вот у нас недавно закончилась выставка СИБ здравоохранения 2014, и мы действительно убедились, потому что представляли свою информационную печатную литературу, и здесь население, в общем-то, заинтересовано в получении информации. Информация на доступном уровне описана, потому что не все знают, и не всегда те, кто, так сказать, стараются добыть информацию в интернете, информация может быть… Ну да, не всегда она правильная, да, и не всегда она полезная. Да, не всегда полезная, и поэтому мы постарались рассмотреть практически вот все такие заболевания, которые волнуют наших жителей города Иркутска. И родители тоже обращались, и дети. Ну я думаю, что мы вернемся как раз еще к этим буклетам. Нам Лидия Ивановна дозвонилась. Лидия Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Да, да, слушаем вас, Лидия Ивановна. А я хотела вот по такому же вопросу выразить свое мнение. Вот насчет того, кто должен следить за здоровьем и вообще… Я считаю, что в школе должны следить учителя, давать первые основы, так сказать, чтобы сидели правильно, сидели нормально, как сидеть, как смотреть, как слушать врачи и родители, дома родители. И насчет того, что вот они сколиоз у них неправильный, это самое… Это все идет от того, что много слишком учебников. Для чего им столько учебников много? Когда раньше у нас было по одному учебнику, в тетрадке мы писали. Идет действительно, и вот этот вещмешок этот тянет сзади. Садится в автобус, он может просто вылететь с этого автобуса. Выглядят такие случаи. Вот. И потом вот эти вот, как сказать, много слишком лишнего у них и в этих учебниках, и в писанине. Они не пишут, а вставляют в клеточки просто боковки и цифры. Ни к чему это совершенно. Надо правильно учить писать, правильно сидеть. А основу должен давать учитель, потому что в первые годы учебы все-таки они слушают учителя. Для них он бог и царь. Людмила Ивановна, спасибо за ваше мнение. Вот такое мнение. Я не знаю, будете вы что-то комментировать здесь или нет. В принципе, сегодня действительно это проблема, когда мы говорим о том, что количество учебников сегодня достаточно большое. Ну, естественно, делается все для того, чтобы педагог отрабатывал уже конкретно с детьми, чтобы он действительно работал, применяя здоровье, сберегающие технологии. И в продолжении вот этой темы могу сказать, что сегодня с 1 сентября в городе Иркутске запущен тоже такой вот официальный проект «Безопасная образовательная среда», в рамках которого рассматриваются 4 проекта. Это психологическое здоровье, физическое здоровье, правовое знание и... Забыла следующее. Елена Александровна у нас дозвонилась. Елена Александровна, добрый вечер. Здравствуйте. Я со 2-го Иркутска, у меня вот такой вопрос. У меня внучка пошла в первый класс. Она ростом небольшая, у ней тоже асколиоз есть небольшой, правда. Но столы же сейчас и стулья. И получается, она как бы сидит носочками на этом дополота. Раньше хоть были парты, так можно было эти подставочки. А вот как нам теперь правильно поступить, я не знаю. А это если все уроки-то так сидеть, она же просто будет уставать. Получается, она подвигается ближе к столу. Спасибо большое. Вот смотрите, в данном случае бабушка уже говорит, что ребенок пошел в школу со асколиозом. Все-таки, если мы говорим сегодня о том, что нагрузка такая на детей, она и психологическая, и физическая нагрузка. Здесь необходимо рассматривать совокупность взаимодействия не только медицинских работников, педагогических работников, но и семья, она тоже стоит на первом месте. Семья закладывает основы того же правильного рационального питания, сбалансированного. А в данном случае здесь тоже правильность осанки и нарушение осанки идет, конечно, от того, что семья, видимо, может быть, не занималась этими вопросами. Ну да, хорошо, ладно. А возможно, вот это та проблема, о которой я говорила, что в ранее детство. А как исправить эту ситуацию сейчас? Стульчик другой в школе попросить или что? Я думаю, что может быть, потому что, конечно, мебель должна соответствовать и возрасту, требованием, да, с самым каким-то мерком. Я предлагаю перейти к нашим сюжетам. Я вот из своей школы помню только единственную разминку, когда мы писали «Наши пальчики устали», больше ничего не помню. Наши журналисты приехали, побывали в школе номер 37 и привезли оттуда прекрасный материал. Давайте посмотрим. Светлана Фролова преподает в начальных классах уже больше 35 лет. К своим ученикам всегда относится с заботой и особое внимание уделяет их физическому состоянию. Признается, что долгое время искала методы, которые бы помогли сохранить здоровье детей. Три года назад Светлана Юрьевна реализовала в 37-й школе технологию известного ученого Владимира Базарного. На полу обязательно лежат коврики массажные. И ребенок по степени накопления усталости делает упражнения ножками, двигаясь по массажному коврику. Дети, которые сидят, а смена парт происходит через 15 минут, в третьем, четвертом классе, в первом, через 10 минут, они вытягивают ножки вперед, то есть тоже массажируют свои ножки вперед, ступню к себе и тем самым приток крови стимулируют. Ростовые парты, за которыми стоят ученики, есть только в этом кабинете. С оснащением класса помогла директор школы. Идея Светланы Юрьевны ей понравилась сразу. Также в помещении появились так называемые зрительные тренажеры. По словам педагога, важно совмещать движения глаз и дыхание со счетом. Так ребенок успокаивается, уходит в чрезмерной активность и волнение. Три, четыре, набрали, возвращаемся. Раз и два, и шея работает. Три, и четыре, и в обратную сани. Самое любимое упражнение – это тренажер для глаз. У меня, когда глаза устают, я вот так пройду, потом глаза так бодрые, мне кажется. Вот так, можно сказать. Мы делаем физминутки, на тренажерах занимаемся, коктейли пьем, бассейн ходим, танцами занимаемся, факультативы проводим, разговор о правильном питании и азбука здоровья. К физминуткам третиклассники относятся ответственно. С усердием выполняют все упражнения. По словам учителя, смена умственной деятельности на физическую положительно влияет на работоспособность детей. Также обучению в пространстве помогают карточки, расклеенные на стенах кабинета. Скажите, где периметр квадрата? Саша, ты видишь периметр квадрат? Так, 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 еще, еще. В поисках нужной картинки школьники активно двигаются на месте и одновременно с этим тренируют зрение. Как говорят сами ученики, упражнения им делать не в тягость. Тем более, полезность этих знаний, несмотря на свой юный возраст, они понимают. Яна Макарова, Александр Барановский, Камертон, социальная сеть. Здравствуйте, здоровья и образование. Тема нашей сегодняшней программы. Мы продолжаем нашу программу Камертон в студии Павел Добродеев. Я также представляю, что сегодня у нас в гостях, я зачитаю у вас должности, конечно, Наталья Яловицкая, директор Центра информационно-методического и психологического обеспечения деятельности образовательных организаций города Иркутска. И Ольга Дубровина, главный специалист отдела здравоохранения, департамент здравоохранения и социальной защиты населения города Иркутска. Мы говорим сегодня о профилактике, об учебе, о здоровье. Вот такие буклеты. Где вот их можно получить? Ну вот разработанные нами буклеты и листовки, как я уже говорила, их более 70 видов, 10 видов плакатов. По разнарядке мы выдали медицинские организации, практически все поликлиники города Иркутска и в образовательные учреждения. В школах такие буклеты есть? Да, в образовательные учреждения также были выданы. Ну вот я даже зачитаю, избыточный сахар в питании, еще одна причина лишнего веса. Читайте этикетки внимательно, добавленный сахар скрывается под другими названиями. Сахароза, мальтоза, кукурузный сироп, патока, сахарный тростник, кукурузный сахар, сахар, сырец, мед, фруктовый концентрат. Ничего себе. Или вот, к примеру, про осанку мы говорим, про сколиоз. Вот. Следите за освещением. Недостаточная священная комната вынуждает детей наклоняться над тетрадями и учебниками. Заметив даже небольшое нарушение осанки, обязательно покажите ребенка ортопеду. Нераспознанный сколиоз прокоррессирует в подростковом возрасте. Особенно быстро это происходит, когда затронут грудной отдел позвоночника. Но здесь не только недостаточное освещение, но и очень яркое освещение. Оно тоже, в общем-то, воздействует на органы зрения и также отмечаются нарушения. Вот тут написано еще, сократите время просмотра телевизора, ограничите время пребывания за компьютером. Потому что вот у нас и психические заболевания прогрессируют из-за того, что очень много людей сидят за компьютером наверняка. Мы посмотрели сюжет. Вот таких вот учителей, которые всей душой болеют за свое дело, их много сейчас в школах? Вы знаете, сегодня все педагоги работают, применяя здоровье сберегающие технологии. На самом деле, педагоги прекрасно понимают, что 70% времени детей от 6 до 17 лет проводят в школе. И, соответственно, урок – это очень серьезная и тяжелая работа, практически неподвижная для ребенка. И поэтому педагоги уже, прекрасно осознавая это, примерно на 10-й и 20-й минуте, как рекомендуется, проводят вот такие физкульт-минутки. Очень важно педагоги сегодня понимать… Но это же все равно все зависит от учителя. Если он захочет, он проводит. От учителя, совершенно верно. Может быть, ввести какое-то… Есть требование стандарта, есть программа, которая требует вот именно такого подвижного, что ли, режима работы. То есть это чередование видов деятельности на уроке, это психологически комфортные условия для педагога и для ребенка. Это на самом деле вот такие физкульт-минутки, которые рекомендуется делать на 10-й и 20-й минуте. И педагоги сегодня проходят курсовую подготовку. В городе Иркутске у нас организованы курсы, проводятся семинары, организуются… У нас работает виртуальный методический кабинет, где педагоги, если чего-то не знают, могут задать вопросы, получить консультацию, как, каким образом применять, какие проблемы. Проводится… Вот, кстати, мы говорили о круглом столе, который проходил в Сибэкспоцентре, это было здоровье и образование. Вот это сетевое взаимодействие, оно у нас уже давно. Кстати, у нас очень хорошая традиция, мы еще проводим такие конференции здоровья и образования, когда образование и здоровье совместно решают вопросы, связанные с профилактикой каких-то заболеваний, с тем, как сохранить не просто здоровье сберегающее, здоровье сохранное, но и здоровье восстанавливающее технологии, которые можно применять. И сегодня это вменено в обязанность учителю новыми стандартами, которые приняты с 2010 года. Галина Федоровна до нас дозвонилась. Галина Федоровна, добрый вечер. Добрый вечер. Да, да, слушаем вас, Галина Федоровна. Я вот хотела бы задать такой вопрос специалистам нашим. Влияет ли режим на здоровье ребенка? Я, конечно, человек советских времен, и в наше время режим был на первом месте. А сейчас, вот у меня внук учится в втором классе. У нас в школе вторая смена, и она может быть и в 12 часов, и в 2 часа, в 8 часов утра. И совсем время разное. И вот, конечно, тут и бутербродики, тут и холодные каши, и без чая, и все такое. Вот я бы хотела узнать, это как-то влияет на гастрит? Спасибо большое. Нет, ну, конечно, это действительно проблема. Здесь нужно отметить то, что не только влияет, это как раз и приводит к тому, что с гастритом, с додонитом и прочим таких заболеваний, желудочно-кишечного тракта, бывает действительно, процесс перерастает в хронические заболевания. И поэтому здесь и нагрузка психологическая, как мы уже говорили, также будет провоцировать такие заболевания пищеварительные. Я предлагаю как раз сейчас посмотреть урок о вкусной и полезной пище, который проходил в школе номер 42. Давайте посмотрим. Очень важный для здоровья, лучше видит только тот, кто жует морковь сырую или сок морковный пьет. Третий А-класс школы номер 42 знает о здоровом питании, если не все, то очень много. Каждую неделю здесь проходит внеурочное занятие о пользе еды. Сегодня на одном из таких уроков ребята изучают супы, их состав и пользу, которую они приносят организму. Никита Рыбаченко с удовольствием посещает эти занятия. Сам ученик придерживается правильного питания. Если суп не есть, тогда будет гастрит. Выбрать, какие овощи полезные, какие не полезные. Супы, каши и на ужин пью простоквашину. Учитель начальных классов Дина Папана проводит такие внеурочные занятия уже пятый год. Как педагог и как мама считают, что с самого детства нужно приобщать ребенка к правильному питанию. Чтобы дети лучше усваивали информацию, занятия проводятся в игровой форме. Третьеклассники изучают историю определенного блюда, откуда оно пришло, его состав и полезные свойства. А также часы, в которые нужно питаться. Чтобы разнообразить занятия и не сидеть на месте, ребята ставят сценки, танцуют и поют песни. Главная цель методики – сформировать представление о необходимости правильного питания. В нашей программе активно участвуют и не только дети, но и их родители. Родители стали довольны тем, что ребенок может аргументировать выбор продуктов. К нам присоединяются ученики и учителя с других классов и с удовольствием работают по этой программе. Один раз в сутки слух должен быть в желудке! Анна Щебенькова, Александр Барановский, Камертон, социальная сеть. У меня с детства, со школы такая картина, и не только у меня, у нашего выпускающего. Мы сегодня делились как раз. Это лапша, сверху посыпанная сахаром. Надеюсь, что сегодня в школе такой рацион исключен. Кто составляет меню в школьных столовых? В школьных столовых цикличное меню составляет комбинат питания. Это цикличное меню дважды в год утверждается Роспотребнадзором и, естественно, содержит тот набор продуктов, которые необходим ребенку для его развития и физического восстановления сил. Я думаю, что более компетентно... Ну да, что должно быть в рационе? Здесь существует, я так думаю, что все знают, необходимо соотношение сбалансированное, правильное питание. Это сбалансированное питание. То есть соотношение правильное в пище белков, жиров, углеводов и, соответственно, различных микроэлементов, которые необходимы, и витаминов. Это в обязательном порядке. У меня сейчас такой вопрос будет, может быть, он даже отчасти риторический, я не знаю, сможете ли вы на него ответить, но вот задуматься хотя бы родителям, мне кажется, стоит. Вот на пачках сигарет пишут, да, что вот курение вредит такому-то здоровью. Сердце, легкие печень. Рекламу алкоголя мы запретили, но мы рекламируем чипсы. Дети у нас ходят в кафе быстрого питания, где потребляют большое количество эмульгаторов, глютамата, натрия, чего-чего там еще. Почему мы здесь никакие ограничения не можем вести? Здесь, видимо, все рассчитано на ту профилактику, которая ведется в образовательных организациях. То есть вот не случайно введены уроки здорового питания. То есть дети, которые посещают эти уроки, они уже априори не будут употреблять те продукты, которые не рекомендованы или которые вредны для здоровья. Поэтому мы не можем решать за правительство, что запретить, что нет, но на уровне профилактики мы эту работу в образовательных организациях ведем и очень серьезно. Кстати, если возникают вопросы по поводу питания в школах, то сайт комбината школьного питания открыт для обратной связи. Можно задать любой вопрос и получить на него компетентный ответ. Вот с точки зрения еще медицины. Многие родители кормят детей завтраком, с собой какие-то бутерброды, яблоко, грушу, и в столовой ребенок не питается. Чем это может грозить? И что тогда с собой класть ребенку, если родители не доверяют столовой школьной? Здесь существует же действительно правило питания. Временной отрезок времени от приема пищи до следующего у детей не должен превышать 4 часов. И, соответственно, мы и говорим, почему об организованном питании. Что здесь дети в организованных коллективах, в детских дошкольных учреждениях, в образовательных учреждениях не получают горячее питание. То есть помимо горячего там чая или морса какого-то, здесь первое блюдо идет к горячему. В обязательном порядке это должно быть во избежании и в целях профилактики заболеваний пищеварительного тракта. Здесь необходимо это предусматривать. И может быть, что касается, вот вы сказали, рекламы в чипсы, здесь и как-то средства массовой информации должны помочь и медицинским работникам, и педагогам, чтобы не было... А я прямо сейчас возьму и помогу. Вредные пищи. Не ешьте вредные чипсы. Спасибо. Съел пачку чипсов, пробежал 10 километров, запил парным молоком. Наталья Накентьевна, Олега Анатольевна, большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня на программу. Было очень интересно, хотя времени и мало, и я думаю, что полезно будет для жителей. Напоминаю, что такие вот буклеты, отличная вещь, они есть в школах. Они есть в школах и в медицинских организациях. И всегда родители могут рассчитывать на помощь медицинских работников в своих детских поликлиниках, поликлиниках по месту жительства. И, конечно, помощники большие, это педагоги по образовательных училищам. Давайте все-таки подведем итоги интерактивного голосования. Мне очень приятно видеть такие цифры. Они, конечно, небольшие, но... Вот я не знаю, видимо, учителя и врачи голосовали за третий вариант родителей. Хотя я думаю, что все-таки это было честно. И родители сами понимают, что только они готовы и должны отвечать за своего ребенка и за его здоровье. Но мы можем в свою очередь добавить, что только совместно учителя, врачи и родители могут дать здоровое поколение будущему. Ну и хочется мне, во всяком случае, напомнить слова Льва Николаевича Толстого, который говорил. Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым, нравственно. Я думаю, что истина XIX века актуальна по сей день. Спасибо вам большое. Это была программа «Камертон». Мы увидимся с вами завтра. Завтра мы будем говорить о весеннем призыве в армию. Об осеннем призыве в армию. Всего доброго. До свидания.